А далее микрофон народного подхватит Ирина Кузьмина и расскажет о белой лошадке, которую на дорогах города Апатиты почтительно пропускают куда более резвые железные кони. Из-за сниженного леса появляются сани с белой лошадью. По дороге здоровья в город едет Дед Мороз, чтобы выполнить очень ответственную миссию. У Дворца культуры его уже ждут авторы идеи. Сотрудники дворца и режиссер Олег Куртонидзе. Все ребята, волонтеры у нас помогают. Очень много людей подключилось к этому достаточно неожиданному, с одной стороны, возникшему живому мероприятию, потому что в пандемии, мы знаем, все было закрыто, и люди очень соскучились. А еще больше соскучились по выступлению актеры. И вот сегодня у нас Сергей Николаевич Мирихин, Надя Федорова, это Дед Мороз и Снегурочка. Они так счастливы, что им удалось сегодня в костюмах выйти, в своей профессии. По сюжету главный персонаж приезжает на санях и оживляет своих помощников. Актеров, а также включая светодиодную фигуру Деда Мороза. Это очень здорово, что придумали поездку Деда Мороза со Снегурочкой на лошади. Просто замечательно. Идея потрясающая. Конечно же, времена у нас сейчас нелегкие, но тем не менее, мы верим в то, что сказка существует. В любом случае мы дарим волшебство, радость прохожим. И это очень радует. Это новый формат для нас, но это очень здорово придумано. Прохожие сказочному зрелищу приятно удивлены, но растерянность их длится недолго. Уже через несколько секунд в руках апатичан телефоны. И герои сказки становятся объектами народной фотосессии. Основное внимание, конечно же, к лошадке. Она из клуба «Фортуна», а значит, в буквальном смысле приносит удачу. Лошадь зовут Мелани. Ей 24 года. Это наш ветеран. Она такая умничка. Детки очень любят. Это наш просто мега-лошадь-учитель. Просто универсал. Сани, да, красили ночью, все украшали. Лошадь готовили, чистили, конечно, все делали. И вот кульминация. На главной площади главный зимний волшебник и его команда зажигают новогоднюю елку. Ведут хоровод вместе с ростовыми куклами и символом наступающего года – быком. После этого сани едут в городской парк. Раз, два, три! Дед Мороз зажигает огни! Ура! С Новым годом! Ты веришь, Деда Мороза? Ну, я верю. Молодцы, замечательно, что такие есть помощники. Энтузиасты и вообще все прочее. А Дедушка Мороз вообще молодец. Да, Дедушка вообще восторг. Дай Бог, Дедушке здоровья на долгие-долгие годы. Очень необычно и впечатляюще. Конечно, не ожидала, что так среди дня, можно так сказать, нашего северного, встретиться с Дедушкой Морозом. Ну, загадайте желание. Загадала. Все очень хорошо будет, я думаю. Акция «Дед Мороз зажигает огни» проводится впервые. Вердикт зрителей очень понравилась. Так что нет сомнений, зажигать огни накануне Нового года теперь станет доброй традицией.